Добрый день, друзья! Подписчики, коллеги! Я выкладывал уже видео, но там много вопросов, как быть, если семья пришла в роевое состояние. Как отделить роевую пчелу от молодой пчелы, как спасти семью. Есть много методов, есть способ налета на матку, есть на маточник. Мы сейчас применим метод Таранова. Семья, вот она перед вами, пришла в роевое состояние. В первую очередь мы нашли матку и заключили ее в колпачок, чтобы она нам пока не мешала. Суть метода в том, чтобы отделить роевую пчелу от пчелы молодой, которая, будем говорить так, не собралась на рая. Делается вот такой вот помост перед литком и оставляем зазор порядка 20 сантиметров до литка. И всю пчелу с улья мы вытрусим вот на этот лист железа. Что произойдет? Пчела вся роевая, которая собралась на рая, она соберется под этим листом. Остальная пчела войдет в улей. Ну, давайте все по порядку. Одну рамку там, где маточники, значит маточник оставляем здесь. Здесь не трусим, оставляем просто здесь. Но я трушу, вытрушиваю все, потому что я потом подсажу сюда. Не хочу, чтобы роевая матка выходила, а я подсажу сюда нормальную матку. Поэтому вытрушиваю все. А вот две рамочки же еще тут. Значит, вот что мы видим. Вот это вся роевая пчела, которая собирается гроздьями под низом. А вот та пчела, которая не в роевом состоянии, заходит в улей. Ну, пока оставим. Пусть собираются в улей. Эти пусть садятся под низ этого листа. А потом дальше я покажу, как их перегнать в улей. Уже там, где этот рой будет искусственно и сидеть. Чтобы собрать эту роевую пчелу, которая собралась внизу, значит, мы матку, которую заключили в колпачок, ложим вот сюда. Мы тут немножко по-другому вымастили улей. Ну, я не знаю, видно. Вон вся пчела, которая собралась под низом. Это вся роевая пчела. Значит, и они вон по досточке, по досточке потихоньку пошли к матке, которая находится. А потом пчела перейдет, мы выпустим матку в улей. Зачем мы это сделали? Можно было вытрусить. Но всегда как бы трушивать пчелы много. Поэтому обязательно, то рассыпивши ее, мы немножко сбили на траву пчелу. Она сейчас зайдет в улей, конечно. Но тем не менее, немножко неудобно. Поэтому приняли решение вот таким макаром. собрать роевую пчелу в улей. Ну и все. Вот такой метод, который можно применять. Он несложный. В этот улей, в который перейдет сейчас роевая пчела, его в другое место отнесем. Значит, и будет в положении роя работать. Матка там начнет через какое-то время сеять. А в эту семью, которая вернулась на свое место пчелам, мы дадим другую матку. Тоже будет семья работать. Подписывайтесь на канал, следите за новостями. Мы будем дальше работать.